МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире новая проблема для арцахских солдат. 36 лет арцахского движения. Регион Армения-Арцах-Азербайджан. Кто контролирует Капан? Мы и наши топонимы. Сары Аслан и Хатеджан награждены грамотой. У памятника Чаренца почтили память Навального. Госкомиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан считает необходимым привлечь армянских полевых командиров и других уполномоченных лиц к месту поиска захоронения пропавших в 90-х годах азербайджанцев, пишет агентство АПА. В комиссии полагают, что руководившие военными действиями до 1994 года лица могут обладать достаточной информацией о местах массовых захоронений. Напомним, что СМБ Армении заявило о готовности Еревана сотрудничать с Баку, о выяснении судьб лиц, считающихся пропавшими без вести. 20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКО 20-го созыва приняла решение обратиться к Верховным Советам Азербайджанской ССР и Армянской ССР с просьбой глубоко понять чаяния армянского населения Нагорного Карабаха и решить вопрос о переводе НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, одновременно ходатайствовать перед Верховным Советом СССР, о положительном решении вопроса о переводе НКО из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. 27-29 февраля в азербайджанском городе Сумгаид была организована резня армянского населения, убийство, насилование, погромы, грабеж. Волна армянских погромов распространилась по всей территории Азербайджана. В Ереване прошли многолюдные митинги в поддержку справедливого требования населения Нагорного Карабаха. СМИ Восточной Армении пишут, президент Ирана якобы предупредил армянскую делегацию во главе с вице-премьером Мхэром Григорианом, что Тегеран не одобрит решение Восточной Армении вывести российские войска и заменить их западной системой безопасности. Нет никаких сомнений в том, что Иран не желает, чтобы в регионе появились западные войска, особенно вблизи армяно-иранской границы. Очевидно, что Иран не хотел бы больше видеть там и российские войска. В этом контексте очевидно, что тезис о несогласии Ирана с выводом российских войск был и из Москвы. На самом деле в Иране, в отличие от многих армянских кругов, четко видят, что российские войска действуют совместно с турецкими, используя Баку в качестве инструмента. Баку, как пишут международные СМИ, вопреки исламской солидарности, не упрекал Израиль за его действия в Газе. Иран видит, что Эрдоган делает театрализованные заявления против Израиля, чтобы оправдать себя, в то время как Баку продолжает поставлять Израилю нефть и не только. Россия продолжает свое присутствие в Арцахе и под прицелом российско-турецкого центра Вакон. Израиль с Баку превращает оккупированные территории Карабаха, граничащие с Ираном, в антииранский плацдарм. Как после этого Иран должен желать, чтобы российские войска находились в Армении. Помимо этого, Иран делает все возможное, чтобы показать. Лишь присутствие Тиграна сдерживает силы, которые хотят захватить юг Армении. В интервью с Ньюзаем генеральный консул Ирана в Капане Мортаза Абедий Карами сказал следующее. Я хорошо помню день открытия консульства Ирана в Капане. Люди в Капане чувствовали себя намного спокойнее. Ситуация изменилась на 180 градусов. Это реальная оценка российских войск, охраняющих армяно-иранскую границу. В провинции Шрак Мир Айрарат Мецайк в 38 км к югу-востоку от города Карс, 23 км к югу-западу от столицы исторической Армении Ани, в 3 км к западу от храма Теккор, на правом берегу реки Ахурян, в левом верхнем течении притока Теккор находится монастырь Хецконг с пятью великолепными церквями. Турки переименовали его Беш-Килиса из-за количества церквей. Беш означает пять, Килис – церковь. В начале 20 века монастырь был заброшен. В основном после геноцида 1915 года, организованного турками против армян с целью полного уничтожения следов армян на территории их родины исторической Армении, турки начали быстро переименовывать армянские топонимы. Так, на территории нынешней Турции, значительную часть которой с древних времен занимала армянская колыбель, сохранилось очень мало армянских топонимов. Ежедневная газета «Мармара» от 6 февраля с гордостью представляет читателям сертификат похвалы, совместно врученный Союзом писателей Армении и Союзом писателей и журналистов американских армян США известному армянскому публицисту Константинополя Роперу Хатеджану. Грамота совпала с 98-летием Хатеджана. Награда была вручена госпожой Лусан Пичакч в редакции «Мармара». Организации вручили аналогичную награду также заслуженному деятелю современной армянской литературы Константинополя поэту Игне Сары Асанлу, учитывая перо и вклад, внесенный в армянскую литературу. Помимо Сары Аслана и Хатеджана организации также вручили премии грамоты похвалы американским писателям армянского происхождения Саркису Вагну, Хачару, актерам Али Туманян, Оганесу Бабаханяну, поэтам Паносу Джераняну и Вазгену Ваннатуру. Возле памятника Егжи Чаренца послы США и Великобритании разместили фотографии российского оппозиционного политика Алексея Навального. Накануне послы США и Великобритании возложили цветы у памятника Чаренца, почти ли память Навального. Почему был выбором памятник Чаренцу в честь памяти Навального, можно только догадываться. Чаренц, символизирующий армянскую литературу и философию, стал жертвой жестокой советской системы. Из завершения новостей послушаем песню в исполнении Артема Вальтера «Арцах». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!